всем привет не за горами рождество и новый год и я так же как и вы уже подумываю о праздничном меню в ирландии к рождественскому ужину на закуске традиционно подают суп блюдо из копченой семги и паштет о супе и копченой семге мы с вами поговорим в другой раз а сегодня буду готовить паштет чаще всего подают паштет из куриной или утиной печенки а я буду готовить паштет из грибов такой паштет подают обычно для вегетарианцев рецепт этот очень простой получается очень вкусное блюдо и если вы еще не решили что готовить обратите внимание на этот паштет с грибами и грецкими орехами я буду жарить грибы на топленом масле и добавлю немножечко сливок но топленое масло можно заменить на растительное и сливки не добавлять и тогда получится вегетарианский паштет если вы не кушайте животные продукты ну что приступим смотрите вот все что нам понадобится ну кроме соли и перца конечно которых вы не видите на столе нам нужны будут грибы лук баррель который можно заменить на обыкновенную белую луковицу я взяла пару луковиц шалот если у вас нет шалота можете взять красную луковицу несколько зубчиков чеснока одну веточку розмарина можно взять сухой если у вас нет свежего и я взяла тарагон тарагон или тархун как называют у нас его на кавказе придаст совершенно необыкновенный вкус этому паштету если нет свежего возьмите сухой тоже будет вкусно поскольку в конце концов я буду все перебивать блендере поэтому как я порежу грибы лук и все прочие ингредиенты принципе не имеет никакого значения поэтому грибы я просто порежу на кусочки и буду их обжаривать кстати меня шампиньоны но если у вас есть возможность купить какие-то другие грибы и может быть помешать их с шампиньонами или использовать любые другие грибы пожалуйста делайте будет вкусно я специально поехала сегодня в магазин но к сожалению никаких других грибов не оказалось будем делать из шампиньонов я их просто порежу вот на такие кусочки вот я приготовила грибы порезала их вот такими кусочками теперь порежу лук парой и шалот сюда же кладу лук шалот добавлю немножечко пока у меня обжаривается лук до мягкости порежу чеснок вот такими кусочками с зелени просто оборву листики эти все твердые части уберу и точно так же поступлю с тарагоном уберу все твердые части смотрите вот это мягкое все прям отрывается а твердые они останутся вот видите это мягкое все это потом я перебью в блендере твердые части удалю пока пахнет слушайте уже прям хочется попробовать лук готов кладем сюда грибы и обжариваем до готовности как вы знаете грибы впитывают очень много масла поэтому смотрите чтобы они не пригорели просто отжарились у меня тут осталось совсем чуть-чуть топленого масла уже брошу его туда теперь кладу сюда чеснок и обжариваю грибы вместе с чесноком грибы дают немножко жидкости но она выпаривается в процессе готовки теперь грибы посолю поперчу и добавлю немножечко перца чили специи добавляйте на свой вкус конечно если останется немножко жидкости ничего страшного главное чтобы грибы были мягкие теперь добавлю сюда зелень и все хорошо перемешаю пахнет вкусно этот архунт пахнет просто обалденно попробую на соль чуть-чуть подсолю ну вот и все жидкость почти выпарилась грибы мягкие добавлю немножечко сливок как я уже сказала для вегетарианской версии сливки не добавляйте дам закипеть и все готово проверьте на соль и на перец добавьте специи по своему вкусу и теперь перекладываем сюда же грибы и измельчаем до однородной консистенции вот как то так консистенцию делайте такую как любите если любите паштет очень гладкий перебивайте подольше если любите кусочки то делайте вот так как делаю я теперь перекладываю паштет в ту посуду в которой буду его подавать так вкусно теперь я накрою паштет пленочкой прямо впритык чтобы он не запотевал дам ему остыть и поставлю в холодильник ну вот и все вот столько у меня получилось паштета как я уже сказала дам ему остыть и поставлю в холодильник на пару часов чтобы хорошо схватился давайте посмотрим что получилось такая красота а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красота Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok